И вот пару таких чашек, и все, и воспалительные процессы отравления, какие-то симптомы простудные, все снимается. Поэтому, если у вас есть яблоки, есть возможность, научитесь обязательно это делать. Так вот, салатик, да, полили немножко яблочным уксусом, либо лимончиком, и добавили чуть-чуть хорошего масла. Опять же таки, не магазинного, растительного маселка, какого-нибудь сыродавленного, такого вот, которое вы точно знаете, что вы доверяете человеку, который это давил. Потому что то, что сейчас продается в магазинах, ничего общего со здоровьем не имеет. Я вас призываю к тому, чтобы вы не пользовались тем маслом, которое продают в магазинах. Да, вот в бутылках промышленно произведенных. Ну, если вы не понимаете, почему, могу буквально пару слов сказать. Не хочется рассказывать страшилок. Каким образом, знаете, каким образом получают масло? Существует всего два способа получения, вытащить масло из семян. Либо прессованием, да, выдавливанием, то есть шнеком или вот прессом выдавить чем-то, либо экстрагированием. Прессование, вот при холодном прессовании дает где-то там 30% примерно масла. Если перед этим семена обжарить, будет там процентов 40-45, выход масла из семян. А если семена залить чем-то, чтобы оно экстрагировалось, то выход масла будет 99%. Как вы думаете, каким способом пользуются на заводах? Вторым. Экстрагируют, да? А знаете, чем экстрагируют? Бензином. Бензинчиком. Бензином марки А, очищенным. Но я не знаю, как вам, мне от этого не легче. Конечно, после этого его надо рафинировать, очищать. Там куча способов очистки. Все, что написано на баночке уже, это способы очистки. И если вы масло просто выдавили из семян, то очищать его не нужно. Все, что в нем есть, вам полезно. Понимаете? А если там был бензинчик, то очищать его нужно. Поэтому, вот я вас очень... На заборе тоже пишут. Да, поэтому я не знаю, насколько можно доверять этим надписям. Вот. Написано, да, бывает написано первый холодный отжим, а потом маленькими буквами, вот где-то там внизу, написано там какой-то, такой-то маслоэкстракционный завод. Какой холодный отжим, если маслоэкстракционный завод? А если оно нерафинированное? Рафинация – это способ очистки. Оно никак не влияет на способ добычи масла. Понимаете? То есть два этапа. Сначала масло добыть, а потом очищать. То есть нерафинированное еще хуже получается? Никакой особенно разницы. Они просто, они его очищают одним-другим способом. На самом деле, по-моему, это просто вот уводят, ну, чтобы людям дать иллюзию выбора. Вы можете такое, можете такое. Чем отличается, никто не знает, да? Надписью на бутылке. По-хорошему. У нас все, любое в бензинном. Вот, поэтому я вам советую все-таки найти источник настоящего хорошего давленного масла, да? Найти человека, которому вы доверяете, и не ходить за маслом в магазин. Вот. Так, мы возвращаемся к салатику. Значит, лимончик и маселка. В принципе, все. В этот салат ничего больше добавлять не надо. Самое главное, не посолите. Соль портит вкус ужасно. То есть, после того, как вы посолите, есть вы это не сможете. Даже чуть-чуть соли, вот сразу, ну, сразу очень невкусно становится. Вот такой вот простой, совершенно простейший рецептик. И вот если вы будете по такому рецепту готовить себе ножки, ну, вот хотя бы раз в день, так, тарелочку салатика себе, да? Ну, вот, как бы вместо другого какого-то салата. Вот вы кушаете, да? И вместо того, чтобы огурцы порезать, порезали себе дуванчик. Вот если вы в течение месяца хотя бы раз в день такую тарелочку салата скушаете, у вас будет очень мощное очищение, у вас почистятся сосудики, суставики, кровь почистится, да? Очень многие органы скажут вам спасибо за такую пищу, да? То есть, мы не лечимся, мы оздоравливаемся, мы исцеляемся, делаем организм целостным. Во время кормления дуванчик, понимаете, там горечь. Во время кормления, во-первых, ребенку может не понравиться молочком. Во-вторых, во время кормления вы должны относиться к новым продуктам точно так же, как всем остальным, как ребеночку дают, да? То есть, когда вы кормите маленького ребенка, если вы что-то новое съели, вы можете съесть один маленький кусочек, посмотреть на реакцию. На следующий день два маленьких кусочка, вот как любой новый продукт. То есть, пробовать можно, но только вот таким же способом, как все остальное, как любые новые продукты. Можно вопрос? Да. А амарант, ну, семена амарантовые шеи экстрагируются? Да, маслом, другим маслом можно заливать. Ну, нормально экстрагируется, да, но все равно это уже будет нечистое масло. Но тем не менее, в основном, то, что продают амарантовое масло, оно именно вот такое, настояно на другом. То есть, это в основном именно так. Ну, можно вытягивать масло, а можно кушать просто семена целиком, перемалывать и кушать. Перемалывать, перемалывать и кушать, да, потому что вы их не раскусите, конечно. Так, дальше. Чего еще интересного у нас есть? Ну, давайте про крапиву несколько слов скажем, да, потому что ее уже много раз называли. Про крапиву нужно сказать. Крапива замечательное растение. Что про нее нужно помнить? Крапива сгущает кровь. Слышали все, да? Значит, вот эти кровесворачивающие свойства у нее ярко выражены, когда она взрослая. Слышали такое, что надо кушать майскую крапиву, да? Вот говорят майская, майская. На самом деле, смысл не в том, чтобы майская, а в том, чтобы молодая. Молодая крапива. Не верхушечки, а именно молодая крапива. Когда крапива молодая, у нее кровесворачивающие свойства еще не ярко выражены. Вот этот фактор Т, витамин К, да, который за это отвечает, он еще не в таком большом количестве там находится. То есть, молодой крапивы, во-первых, не переешь, да, сложно себе как бы навредить вот этим. Во-вторых, вот эти вот кусючие и колючие волосочки, которые всех пугают у крапивы, у молодой крапивы они еще достаточно нежные и мягкие. Поэтому, если молодой... Я могу ошпаривать, не надо. Да, поэтому, если молодую крапиву, вы совершенно ничего с ней не делая, да, не издеваясь над ней, не ошпаривая кипятком, там, не проваривая ее, ничего такое не делая. Если вы в таком вот просто обычном виде положите себе в салат, вот, ну, смущает, помните ее. Помните руками или качалочкой помните, да, чтобы вот эти вот волосочки ее разрушить. Просто помните листики. Обберите сначала листья от палочек и помните ее. И можете резать салат. Единственное, что в салате может быть, она такая вот немножко может где-то в горле, вот как... Все равно же волосочки остаются, не кусючие, но остаются. И вот в горле может быть такое, знаете, как вот шкрести, да, вот немножко по горлышку. Вот. Если вас не смущает это, то можно кушать. Ну, вас уже никто не укусит. Не бойтесь, за язык кусать она вас уже не будет, если вы ее помнете. То есть, молодую крапиву можно даже так вот. Вот. Но если вас все-таки смущает, что она шкребется, то крапиву совершенно необработанную и ничего, ничем не ошпаренную, можно положить в блендер. Вот тогда уже наверняка там все будет мягкое и нежное, да, просто ее пюрировать. Если нет блендера, в мясорубку. Перекрутите ее в мясорубку, сделайте из нее такое вот пюре. И кушайте, куда угодно кладите, она уже будет совершенно мягкая. То есть, не портите кипятком, не ошпаривайте, потому что крапива очень ценное растение. В ней в 10 раз больше витамина С, чем в лимоне. Уже говорила об этом вчера, сегодня повторюсь. Вот. Крапиву нужно обязательно на зиму себе заготавливать, да, когда вот потребность в витамине С возникает. Нужно не в магазин бежать, а кушать ту крапиву, которую заготовили с лета. Дальше, что еще хорошего? Подорожник. Подорожник растения пищевое, съедобное, да, всем известное. Повсеместно везде растет. Значит, про подорожник хочу сказать. Подорожник есть трех видов. Есть подорожник большой, это тот, у которого листики вот такие круглые, гладкие. Да, ну вот они не сильно круглые, овальные такие, гладенькие. Есть еще два вида. Подорожник средний, он очень похож на подорожник большой, но у него листики чуть более вытянутые и они опушенные. Они вот у него пушистые такие сверху, да, это второй вид подорожник средний. Есть подорожник ланцетный, у него листики вообще такие вот очень вытянутые, длинные, его уже, конечно, вы не спутаете с обычным подорожником. Так вот, пищевым продуктом является подорожник большой, у которого листики гладкие, вот такие, да, круглые, гладкие. Если вы съедите не тот листик, ничего страшного, большой разницы нет. Вот, насколько я понимаю, пищевым считается именно этот, потому что он самый нежный. Вот этот, который средний подорожник, он более грубый, его просто сложно жевать, допустим, в том же салате. Подорожник тоже имеет такую легкую горечь, ну, не такую выраженную, как у дуанчика, но все равно он такой с легкой, приятной горчинкой. Вот, и у подорожника есть такая особенность, у него прожилки, вот такие, знаете, да, ниточки прямо. И поэтому, если вы его будете использовать для перемалывания, допустим, в блендер класть, его нужно обязательно поперек вот этих прожилочек порезать. Потому что, если положите целыми листиками, у вас на ножи эти прожилочки намотаются. Вот, то есть, вот это надо учитывать, эту особенность. Если вы будете класть салатик, то обязательно нужно нежный, молоденький листик выбрать, потому что старые листики, они грубоваты, их сложно жевать. Так, есть, что еще интересного? Спарыш. Горечь птичьей еще называют, да, или спарыш. Растение, которое растет... Посмотреть бы его. Не видели никогда спарыша, наверняка видели, оно везде... Можем путать просто. Путутбольные поля засевают, оно везде абсолютно растет, вот оно очень трудно вытаптывается, его практически невозможно вытаптать, поэтому его сажают очень много где... А здесь нет его? Вот это он, посмотрите на картинке, вот это внизу Вот он проволочный такой А, он такой грубый такой Да, он довольно грубый Да-да, сейчас Он сначала достаточно такой мягкий, как только вырастает Вот он растет А это вот он или нет? Нет, это не он Вот, вот Ну да Вот она, вот эта картина Он замучен уже За кто-то не мокрый Наташа, мы нашли его Наташа, посмотрите Вот он, проволоки Он не он Это гусиные лапки Нет, это не он Похож Нет, это похож, но это не он Может это наш такой Он может просто затертый сильно Надо листик расправить Может он средний широтный наш такой Такой вот везде, где вытапкивают Он растет Да? Ну да, везде, где вытапкивают Растет А вот он тут и растет Нет, это он Это спорыш Его очень семена птичные Вот эта веточка, да, больше похожая Это просто затоптанный сильно Затоптанный сильно Вытанцевали Его везде много, да, его очень И очень сложно вытаптать Он такой очень стойкий Очень стойкий Очень стойкое растение Тоже очень, очень полезное Съедобное растение Очень полезное Съедобное растение Его очень любят животные Кушают, да, вот те, которые там Кони, козы Вот, они же не зря, да, такое делают Кстати, вы знаете, что вот животноводы Многие знают такую особенность Те, которые выращивают животных, да, на убой Они знают такую особенность Что, если вы хотите, чтобы у животного нарастала Мышечная масса, чтобы мяско нарастало Если вы хотите, нет, с этого начнем Если вы хотите, чтобы нарастало сало, да, жирок, чтобы был Нужно кормить зерновыми Нужно кормить кашками, да, там, кукурузкой, пшеничкой Чем-то вот таким А если вы хотите, чтобы нарастала мышечная масса, мясо То нужно кормить травой Да? Слышали об этом? Животноводы об этом все знают И поэтому сейчас, если где-то выращивают, амарант специально сеют То это для животноводства Все лучшее курам и свиньям А вы потом возьмете бэушное, уже кем-то использованное Животноводы знают, а люди почему-то тоже вроде бы как многие знают, догадываются Но сами кушают кашку с хлебушком Или почему у меня что-то лишнее нарастает? Где же мышцы? Почему-то у животных от этого жирок нарастает, а у вас должны мышцы Ешьте траву, тогда у вас мышцы нарастут Так, еще интересное растение, это вот точно уже ваше растение Этого растения нет у нас Я за ним всегда гоняюсь где-то в поездках Это сныть У нас нету, у нас для сныти очень жарко А вот здесь именно для сныти благодать Сныть растение любит более холодный такой вот климат, как у вас Более прохладный, холоднее чем у нас Сныть растение очень тенеустойчивое Она любит такие затемненные места, полутень или полную тень Вот другие растения не любят, а сныть она там вытесняет всех И она там вот просто блаженствует У нее еще одностопенность, у нее нет периода покоя Она в принципе при хороших условиях может круглый год расти, круглый год цвести Значит сныть у нее кушают молоденькие листики Ну я думаю все знают, да, картинку не надо показывать, все знают У нее кушают молоденькие листики, вот такие, когда они еще прозрачные, прямо такие нежные совсем листики Их, да, их очень несложно определить, вот просто, да, сныть Если где-то, вот она как раз растет в лесу, где-то, вот где-то в каких-то хощах, зарослях, да, везде можно ее найти Да, ну конечно, она разрастается, ее много Вот если сомневаетесь, сныть или нет, просто оторвите листик, пожуйте У сныть очень характерный, такой морковный привкус, вот как морковная потва У нее привкус, то есть абсолютно четко можно определить, она или не она Кстати, снытью питался Серафим Саровский, знаете, такой канонизированный святой И вот говорят, что он три года жил в лесу, питался одной снытью и развивал сверхспособности То есть, когда за ним пришли монашки, они шли по росе, у них все полы были, полы рясы были мокрые А он пришел за ними в абсолютно сухой рясе, потому что он шел над травой Вот, и все это у него развилось после того, как он пожил три года в лесу и покушал снытьку Так что, кушайте, думаю, может и у вас разобьются сверхспособности Во всяком случае, поможет однозначно Тогда заготавливать ее можно только в мае, когда на ранее Заготавливать ее можно, картинку показать? Да Заготавливать ее можно, когда она молодая Молодая сныть бывает постоянно, вот эта верхняя картинка А, новенькая Она бывает постоянно, ее можно скосить, можно просто из зарослей выбрать молоденькие Потому что, ну вот по моему опыту, всегда, если есть плантация сныти, есть взрослые растения, есть молодые Все всегда можно найти, я принесу, да, я принесу, просто все сказали, знаю, вот эти вот с белыми такими зонтиками она цветет И вот там листики, листики у нее такие, знаете, как перчаточка, такой вот листик вытянутый и пальчик еще такой у него, да? Вот эта вот, которая верхняя, верхняя, которая беленьким цветет, да, кому еще сюда принести, показать? Вот это, вот это Сейчас расскажу, сейчас расскажу Книжки есть там вот, в синей паладочке Есть еще одно очень интересное растение, я не знаю, насколько оно сильно распространено здесь Я думаю, что есть наверняка Но вот у нас, в нашем климате, это вообще, это вообще злостнейший сорняк Это то, чего нарастает в огороде, везде Причем не только в огороде, вот у нас даже, я в городе замечала, какие-то клумбочки делают И вот расчистили кусочек земли, там чего-то посадили И вот то, что первое пробьется и вылезет, это вот это растение называется портулак огородный Такое стелящееся, разлапистое растение, похожее на спарыш, но только листики у него, знаете, как у денежного дерева, такие плотные Толстенькие такие, и розоватые стебелечки, вот я сейчас пронесу, вам покажу Вот это вот, смотрите, да, таким глянцевым ковром, вот это вот оно Он во второй половине лета вылазит и цветет такими очень-очень мелкими, совсем меленькими-меленькими желтыми цветочками, крохотными Он очень любит обрабатываемой почвы, и вот когда вы зачищаете, знаете, есть такие вот ретивые огородники, которые зачищают почву и оставляют черную такую прям землю без единой капулечки зелени И вот этого же делать нельзя, это для природы неестественно И портулак, вот он очень заботливый, он застилает зеленым ковриком, у него тоненький корешок и такое разлапистое растение огромное И вот он ковриком застилает и оберегает землю от пересыхания, оберегает вашу картошку, чтобы она не испеклась прямо в земле Потому что от лучей солнышка, да, открытая черная, вот это вот вверху вот, открытая черная земля, да, перегревается, картошка прямо в земле испекается А портулак, он очень заботливый, он заботится, он закрывает землю Он очень сложно сохнет, вот если его вырвать, да, на компостную кочу, все высохнет, а он будет еще сочным Вот это вверху он, вот это вверху, вот эта портулечка Значит... Он у нас тоже растет Ой, вы даже не нацелили, а вот это что-то помидит? Это просвет Нет, да? Вот это? Цветет А вы просмотрите, нам уже все сказали, вот цветочки не используются Используются молодые листики, да, и вот эти вот, ну, тоненькие совсем тут цветения еще Цветочки сначала где-то вот так пищу на земле сушили, потом лопатами в мешке перегружали Потом еще 10 раз, как бы, туда-сюда, где-то кто-то фасовал, понимаете, да, то есть Ну, он элементарно грязный Покупные сухофрукты мыть надо, вот, ну, вообще обязательно И плюс, вы знаете, что покупные сухофрукты, вот если свои яблочки насушил, молька очень быстро ими интересуется, да А изюмчик положил, и лежит он лежит, 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 и никого там, и нигде, да Почему? Потому что его производят, да, для, не для еды, а для денег Поэтому его, у него в первую очередь преследуются покупные качества и его обрабатывают, естественно Вот, поэтому если вы его вымочите, то, ну, хотя бы какая-то часть, да, уйдет в воду От чего-то вам удастся все-таки избавиться Вот, поэтому все покупные сухофрукты однозначно нужно вымачивать Вот, минимум два часа, минимум два часа в обычной холодной воде, не надо кипятком, не надо ничего, но вымочить обязательно Вот, то есть зимой это могут быть сухофрукты на какие-то, да, вы можете изюмчик туда перемолоть для сцепки Можете, мы бывает просто вот такие несколько изюминок кладем так, чтобы что-то попалось там такое, да, изюминка была в конфетке То есть вот так можете сделать, вот, в принципе любые фрукты так, чтобы была клейкость, да, чтобы вот они держали И в конфете основа все равно зелень, то есть фрукты вы добавляете для того, чтобы это была, ну, сцепленность, да, для того, чтобы была сладость и сцепленность То есть вы как бы в эту зелень вот добавляете, да, или наоборот накрутили там одну фруктинку, добавляете туда зелень до того, пока не получится конфета Все, делаете шарики и в этой же зелени в сухой, ну, чтобы она бралась, да, чтобы вот сверху фруктов не было липко, обкатали Конфета получается очень энергоемкая, то есть это намного, да, это намного проще и емче даже, чем зеленый коктейль Это такой сухой зеленый коктейль у вас получается, да, вот такой вот яркий, яркий, выраженный, очень сладкий, который вы быстро съедите, но при этом получите вот огромную феерию Не получите ни от каких бутербродов, ни от каких каш, ни от чего, не получите столько пользы, сколько от такой вот конфетки с утра Вчера уже мы говорили о том, как завтракать, да, о том, что ранний плотный завтрак это самое худшее, что вы можете себе придумать Вот, кто у нас вчера пропустил, вот то, что я вчера рассказывала, есть вот в этой книжке «Путь к здоровью» о том, как питаться в течение суток И еще, это то, скажите мне, сколько у нас времени? Без пяти пять Без пяти пять не успею, да Значит, что еще я, хорошо было бы рассказать, этого я не успела, но вы можете здесь дочитать У меня есть здесь два рецепта из трав, травяных рецептов, как избавляться от непрошенных гостей Мягенько, нежненько, без стрессов То есть вот гармонично, точно так же, как мы делаем все, да Это сбор из горьких трав, которые надо высушить, измельчить И вы просто вот этот порошочек, маленькими, там буквально по четверти чайной ложки, вы его в рот и запиваете водичкой Я уже говорила, да, что это намного более эффективный способ, чем заваривать Потому что, ну, эффективный и безопасный И вот у меня здесь описаны два рецепта, очень простые из доступных трав Как можно очищать свой организм от непрошенных гостей И все прописано четко, как делать, да, в какие не пить Мы вот уже очень много лет на живом питании И все равно где-то раз в полгода, раз в год вот такие курсы себе пропиваем И, честно говоря, чувствуем большое облегчение Потому что паразиты это не только черви Знаете, да, что это грибки, вирусы, бактерии и все И вот вы когда кушаете вот такие травки, да, когда делать такие мягкие чистки У вас не будет никаких там, не в туалете сидеть, никаких там стрессовых ситуаций То есть все нормально, все абсолютно гармонично будет Вот, но вы будете меньше простуживаться Меньше какие-то воспалительные вопросы вас будут беспокоить, да Меньше какие-то вот проблемы цеплятся Почему? Возбудители уходят Потому что вот ведь бегают, да Может 10 человек бегать босиком по снегу И 3 заболеть, а 7 не заболеть Почему? У этих были возбудители в организме, у этих не были, понимаете? Ну, то есть вопрос же не в том, что вы переохладились или еще что-то А вопрос в почве, да Была почва для того, чтобы простудиться или не было Вот, и поэтому вот эти вот травки, они помогают именно вот эту вот убрать вот эту почку Убрать возбудителей Вот, уже и рассказывать их не буду, но в книжке рецепты есть очень подробные Так что если вам это нужно, я думаю, что это нужно всем Сможете дочитать Я вас благодарю за внимание Спасибо Если еще вопросы какие-то возникнут Вот здесь синенькая палаточка около кухни Написано полезные вкусности Я там все время Можете подходить, разговаривать Можете посмотреть на книжки Книжки, напоминаю, привезены из Украины В России, к сожалению, нет совсем Вот, поэтому только то, что я привожу У нас границы, понимаете, да Вот смотрите, вообще просто великолепная система Вот у меня уже на все банки есть такая крышка Видите, вот такой клапан здесь и насосик Вот здесь резиночка На любую банку Хоть на пол-литровую, хоть на трехлитровую На любую, на стандартную горлышко Вот положили вот так на баночку Насосик поставили И вот буквально несколько вот так вот качочков Несколько качочков откачали воздух И крышечка вот присосалась, да За счет этой резиночки Она туда присосалась Там давление меньше стало Она присосалась Надо снять вот здесь вот резиночку, клапан Вот так чуть-чуть пальчиком потянули И она так чпоп И все, и крышечка снялась То есть они многоразовые, сколько хотите Закрывайте, открывайте Можно даже вот, смотрите, показать Видите, вот на баночку поставил Пластмассовая крышечка Вот, смотрите, видите, все, банка закрыта Банка закрыта, она присосалась Без сколько таких крышек надо, ого-го Ну, у меня, они многоразовые У меня уже они есть на все банки Я сначала себе купила набор таких, там 9 штук Потом еще 10, потом еще 10 А по чем эти наборы были здесь? Я не знаю, здесь это вот девочка У меня таких наборов нет Это просто, просто я знаю, да Я знаю о них, а у девочки они есть А где вы стоите-то? Вон голубенькая, да, палаточка А по чем стоимость? Давайте вы потом подойдете У нас набор 375 рублей Есть отдельно крышки, отдельно насос Да 9 штук, да? 9 крышек и насос Все понятно, продолжаем Вот, вы можете потом подойти, да, к девочке, палаточку И рассказать, но я рекомендую Очень замечательная вещь в хозяйстве Вот, значит, если вы сушите травы Вот травы у меня не все под такими крышками То есть пищевые травы, которые вот нет ярко выраженных, да, там вкусов, запахов Я их обычными капроновыми закрываю Но все, что вы сушите сладкого То есть все ягоды, все фрукты, все цветочки Вот у меня все под такими крышками Потому что если насушить того же боярышника или акацию И поставить банку под капроновой крышкой Ее съест моль ровно через 2 недели Всю съест Все сожрет, да, и яблочки ваши сожрет, и все А вот если вы закройте сразу же Посушили и сразу в такую банку и закрыли Ничего не будет, да Съезд под капроновый съезд залазит Вот, поэтому мы вот такое сладкое сушим Стараемся сладкое сушить быстро на сушилочке Вот, и вот такой вакуумной крышечкой закрыть Кстати, сушилочки тут тоже есть Вот самое лучшее, я аж много уже лет на таком питании Для меня вот вся эта техника была интересна Я перепробовала все сушилки От самых дорогущих, такие вот квадратные есть Они вообще по куче денег стоят И до самых дешевых, самые круглые, квадратные и разные Вот единственная сушилка, которую я для себя нашла Это Изидри, она вот тоже вот здесь есть Вот у этой же девочки, можете подойти и посмотреть Идеальная сушилка Изидри, да, новозеландская Сохнет везде равномерно Ничего не менять надо, не переставлять не надо Можно на одном поддоне лук, на втором яблоки сушить Воздух не перемешивается нигде Просыхает равномерно одинаково У нас они 5 лет работают просто круглогодично, круглосуточно Вообще не перегорают, четко держат температуру Мы на все лотки клали термометр, везде одинаковая температура Ну просто идеальная вообще Они разные есть, но вот она средняя по цене То есть есть совсем дешевые, есть вообще очень дорогие Она где-то средняя по цене, ну вполне доступная Но по качеству, я же говорю У меня подруга купила какую-то там очень дорогую квадратную сушилку Ну прям она там вся там с таймерами, с какими-то штуками электронными Ну прям на ночь сказки должна рассказывать Я положила туда траву, вот та, что у задней стенки горит, уже у передней сырая, понимаете? То есть ее надо крутить, вот так поддон выдвинул, вся трава вниз сыпалась Ну Квадратные такие Ну вот квадратные, я про них говорю У них лоточки как в духовке засовываются Вот мне не нравится, траву положил, высунул, засунул Она вся внизу Потом из нее попробую выгреби оттуда Здесь вот удобно, поддончик перевернул, высыпал все, если даже что-то нападало Все чистенько Ну не обязательно, не обязательно Под какие-то сетки надо, под какие-то не надо сетки Давайте презентацию Вы потом вам, девочка, очень подробно все расскажет Я вам сейчас давайте про травы-то рассказываю Это я уже просто опытом делюсь по ходу По ходу вам опытом делюсь Так, мы с вами про заготовочку заговорили, конкретно про хранение, да? То есть каждый вид зелени мы храним в банке, отдельно Смеси мы не делаем Ни чайные смеси, ни пищевые смеси вы не делаете Вы храните все отдельно Объясняю почему Во-первых, каждый вид зеленых растений имеет свои свойства Химические, физические, энергетические Когда вы это все смешиваете, это все начинает взаимодействовать Соответственно искажаться Второй момент Когда вы готовите себе что-то использовать, да? Вот состояние вашего организма меняется каждый день Каждый день вам нужно что-то адекватное своему состоянию Вот как мы выбираем вообще Вот мне часто срабатывают А как мне делать? Мне салат из одной травы делать? Или там из двух? Или пять добавить? А что с чем сочетать? А как это вот? Вот я вам могу сказать, что Да, есть всякие научные теории Можно много рассуждать по свойствам, по чему-то еще Но это все заморочки Есть единственный способ, который однозначно, четко скажет вам Что лично вам нужно в данный конкретный момент Ответ на этот вопрос знает один единственный человек Только вы сами Вот учитесь себя слушать Учитесь свои внутренние понимать реакции Потому что, допустим, многие знают о том, что нужно себя слушать Но не понимают, как это, да? Человек заходит в супермаркет Говорит, ой, мне на шоколадочку так хочется Наверное, что-то вот не хватает в организме Понимаете? Ну при чем здесь? То есть организм не может ориентироваться в шоколадочках Или в том, что вот оно синтетическое, завернутое в обложке С ароматизаторами и со всем Он не может в этом ориентироваться Здесь некого слушать, понимаете? Здесь невозможно услышать организм А когда вы вышли в поле, в лес, в огород Вот когда вы на природе Вот там организм четко сориентируется То есть ваша задача Зелень, это новые для вас продукты Многую зелень вы никогда, ну многие виды никогда не пробовали Ваша задача Дать организму попробовать Просто вот по кусочку попробовать, чтобы он ориентировался Что-то покажется горьким, что-то никаким, что-то еще каким-то Без разницы Просто дайте попробовать И все, по кусочку Чтобы он понял, какое оно И после этого поступаем так Вышли в огород, в поле, в лес, да? Или открыли свой шкафчик У вас тут баночки Каждая подписанная Кстати, очень важный момент В баночку насыпали И не выпуская банку из рук Написали на ней, что это у вас С какого периода хранится И я даже очень часто пишу, где я это собирала Потому что, когда это заканчивается, да? И ты начинаешь думать, где же пополнить запасы А у меня написано В каком месте это есть Я сразу раз и пошла туда Когда я собирала и в каком месте Информация очень важная Вы потом, ровно через неделю Ни по каким признакам Не обольщайтесь Поверьте, вы не первый человек Который пытался обольститься на это Ни по форме банки Ни по цвету крышки Ни по тому, в какой вы угол поставили Ни по каким признакам Вы не вспомните, что у вас там Пищевые травы все идентичные На вид, на запах Очень похожие друг на друга Понимаете? Если укроп, допустим, можно отличить Да, там от чего-то То вот щерицу от подорожника Визуально вот так отличить Хоть тресни Никак не отличишь Вот, поэтому подписать нужно сразу же Вы должны абсолютно четко знать Где у вас что То есть на банке сразу же Маминтон Вот то есть из рук банку не выпускайте Пока не напишите Вот я обычно просто беру маленький Маленький кусочек бумажки И на скотчик вот так вот на баночку клею То есть очень быстро, просто, да, удобно Значит, как выбираем травы? Открыли свой шкафчик зимой, да Или летом вышли куда-нибудь на природу Вот тут выключили Забыли все, что вы о нем знаете Какое оно лекарственное Какие там вещества в нем Вот выкинули вот здесь Все, вот это выключили Вот здесь себя спросили Что мне сегодня нужно? И вот куда рука потянулась, да На что слюнки потекли Вот не задумываясь, не обдумывая Чисто интуитивно Вот пошли, то сорвали И из этого вы сегодня готовите Если вы таким образом будете действовать Вы никогда не переедите Вы никогда не будете недостатка испытывать То есть у вас всегда будет все гармонично Вот это очень хорошо показывают, например, беременные женщины Знаете, да, что беременные женщины У них взгляд в себя Они вот четко знают Поэтому вот они знают, что они вдруг чего-то срочно хотят Вот этого, вдруг того Вот, и у меня был такой пример Расскажу пара Взрослые довольно-таки люди У них уже трое взрослых детей Вот, и они послушали меня, вдохновились И пару лет подряд Они начали, вот уже перешли на зеленые растения Причем очень активно в это все включили Включились после того, как они начали кушать зелень Дружить с ней У них изменилось питание Они там очень много от всего ушли Какие-то проблемы со здоровьем В общем, люди за два года оздоровились так Что вообще просто порхали Они мне периодически пишут письма И говорят Мы не чувствовали себя так 18 Как сейчас мы чувствуем А люди такие уже, ну, взрослые Так хорошо за 45, скажем так, да? Вот, взрослые люди И какой-то, в какой-то раз приходит письмо Говорит, вы знаете, мы, в общем, тут так расхорохорились Так оздоровились Мы, говорит, решили четвертого ребенка завести В общем, да, говорит, вот муж мне пишет Говорит, жена беременная В общем, мы тут такие все Но, говорит, знаете, у нас тут трагедия Мы сидим, говорит, вдвоем ревем Вот, можно сказать В чем трагедия? Говорит, мы же понимаем, насколько зелень нужна Мы понимаем, тем более, вот, беременность Это же вообще просто, ну, когда как раз это все Вот все эти витамины, минералы Все это надо, природное В общем, все вот это, вся эта феерия Говорит, и представляете, я вот такой, говорит, заботливый С утра, говорит, скачил, бегом там туда-сюда Мотанулся, коктейльчик зеленый Жене накрутил, говорит, принес А она, говорит, его понюхала Говорит, фу, вообще смотреть не могу, унеси И, говорит, и сидим вдвоем Она говорит, я умом понимаю, что надо Говорит, не могу себя заставить И все, вот фу, и все Я говорю, ну, все понятно Вообще проблем никаких Абсолютно четкая, ясная картина Говорит, кто травы собирал? Он говорит, ну, как-то я Я же с утра, говорит, она сейчас спит Я быстренько смотался, собрался Я говорю, молодец Вот теперь пусть она идет Хотя бы пальчиком ткнет Это, это, это Сходили, она пальцем показала Он накрутил, говорит, кушай, это шмурчит Понимаете, то есть Ей одна трава там могла не подойти Что-то одно не подошло И все, беременная женщина четко знает Она понюхала, уже сказала, фу То есть, вот если мы научимся Вот такую же чувствительность в себе развить Да, как беременная женщина развивает Ну, у них, у них как бы оно так Автоматически получается Вот тогда вы никогда себе не навредите Никогда не перейдите Никогда недостатка не будет Будет всегда все четко Вот, и вот в связи со всем этим Вот представьте, если вы сделаете смесь И что делать Вам сейчас это, потом это хочется А у вас смесь готовая Толкайся, чем есть называется, да Поэтому не делайте смеси Точно так же к чаю Захотелось травяного чаечку Открыли, шкафчик Выбрали, что хочется Сегодня из одного Завтра из трех Бывает там 20 У меня бывает, я хочу и то, и то, и то У меня бывает 20 компонентов Там какой-то еде Там или в чай, или к чем-то Вот все хочется А бывает вот чего-то одно Или два всего хочется Понимаете, вот по ощущению Это самый, единственно вообще правильный Не просто самый правильный Единственно правильный способ Выбирать себе еду Так Что еще не сказала Какие еще есть моменты Такое основное Я вроде бы как все вам вспомнила Сказать Вот сборы вы говорили Сборы вы от этого От давления Сказали От давления я рассказала Это вы непосредственно смешаете Когда у вас есть отдельные травы Вы смешаете Или смешаете Ну да, это же уже непосредственно Вы для конкретного сделаете Ну да Конечно, вы себе делаете чай Вы туда добавляете Я же говорю Хотите один, хотите пять Хотите 15 компонентов Да, по ощущениям Но просто не готовьте заранее Если этот сбор Вы конкретно его приготовили Для конкретной цели Вы знаете зачем А когда мы собираем Да Ну это попалось То попалось То попалось А и свалили все в кучу И все А еще вопрос Говорят Вот их лучше до В первой половине дня Собирать Да Если вы хотите Значит травы Как собирают Такие общие правила Да Они есть более частные Но общие правила Значит практически все травы Собирают до или в начале цветения Почти все Да Ну там Если именно Имеется ввиду трава Да Зеленая часть Вот Значит Если вы хотите Чтобы травы вас Насыщали Питали То собирают На растущую луну Если вы хотите Чтобы они вас Очищали И выводили Из вас То это на убывающую луну Траву собирают Траву собирают Самые сильные Сейчас Секундочку Да На растущую На растущую Питают Питают На растущую Очищают На убывающую Да То есть Для какой цели Траву собираете Потом Христианская троица А равноденствие От солнышка Да Но они Очень-очень рядом То есть Вот в этот период Самые сильные В году Травы Поэтому Все травы Которые в этот период Есть Нужно успеть Собрать Да Понятно Что некоторые Весной Там ранее Некоторые Осенью Да Собирают Но вот Все что есть В этот период Нужно успеть Собрать Так Что еще Про луну На полнолуние Полнолуние Да Полнолуние В каждый месяц Время суток Значит Травы собирают После высыхания Росы Мокрые травы Не собирают То есть Это где-то Там с 9-10 утра И Ну примерно Там до 5-6 вечера Да То есть До упадания Росы Но опять же Ориентируйтесь По По времени Если здесь Вот в 9 Еще светлое Солнце Высоко Да То можно Дольше То есть Не по времени Нужно именно Ориентироваться А по состоянию Трав После высыхания Утренней росы До выпадания Вечерней росы Да Когда уже Температура Снижается Выпадает Роса Еще Травы собирают Только в сухую Погоду То есть В дождь Когда травы Мокрые Их не собирают Ну вполне Конкретно Есть этому Объяснение Потому что Во-первых Они так Хуже Сохнут Когда они мокрые Они вас могут Просто запреть Начать Жвякаться Во-вторых Когда С трав Испаряется Вода То у них Уходят Часть эфирных масел Сорванных уже И уходят Разрушаются Их природные антибиотики Которыми покрыта зелень Вот именно По этой причине Если вы собираете Травы Где-то В чистом месте Где-то Лук У вас далеко От дороги Или лес Нету нигде Там заводов Городов Рядом машин То лучше Зелень Не мыть Перед сушкой Если она Где-то на огороде И она пыльная То понятное дело Что нужно Вымыть перед сушкой Потому что Сушеной вы уже Ничего не сделаете Если она грязная То обязательно Перед сушкой Вымыли На полотенце Далее Возможность Стечь Может быть Полотенце Придется Пару-тройку Раз поменять Хорошо Просохло Когда уже Не осталось На ней воды Только после этого Вы ее Раскладываете Сушиться Мокрую Сушиться Не кладите Но если Есть возможность Собрать В чистом месте То не мойте Перед использованием И собирайте Сухую Чтобы не смывать Вот эти природные Антибиотики Которые на растении Есть сверху Так Еще что не рассказала Про конфеты То что Конфеты Вот Молодцы Молодец Благодарю вас Значит Как я делаю конфеты Вот те конфеты Которые мы сейчас Вот здесь Предлагаем На ярмарке Значит Здесь В них Используется Сухая зелень Вот так вот Перетертая ручками Измельченная Как я рассказала Вы берете Сделаете Ну вот Семь Сакральное число Поэтому я Для конфет Обычно использую Семь дикорастущих Каких-то трав Травы Я каждый день Выбираю Сама Вот по своему Внутреннему ощущению Вы же не можете Каждый подойти И выбрать Вот так как Я готовлю Для всех Точно так же Как вот в доме Если женщина Допустим Готовит Она чувствует Что ее семье Всем сегодня нужно Потому что Бывает что Идеально конечно Когда каждый член Семьи сам Будет себе выбирать Но не всегда Получается Тогда эту роль Миссию На себя берет Женщина И вот я тоже Беру на себя Эту миссию И каждый день Думаю Что сегодня нужно Людям Что сегодня нужно Фестивальщикам Я выбираю Семь трав Смешиваю И потом Туда Вы добавляете Какую-то Сладкую Мягкую Фруктинку Свежие фрукты Мы добавляем Это может быть Персик Это может быть Абрикоска Это может быть Немножко яблочко Но с одним яблоком Плохо Оно просто Не такое клейкое А если допустим С персиком вместе То уже клейкое Если это зима Это может быть Бананчик Это может быть Изюмчик Но Если это изюм То он Предварительно Тщательно вымытый И минимум Два часа Вымоченный И в коем случае Сухие покупные Сухофрукты Есть нельзя Потому что Во-первых Они Ну просто Абсолютно Абсолютно Просто грязные Да Потому что Ну часто Бывают люди Спавятся Поэтому Съесть листик Чистотела Можно запросто Но многого Его не съедите Природа вас защитит От этого Чистотела Нет Цветочки не едят Знаете Что еще в чистотеле Хорошее Можно себя насушить В начале цветения До или в самом начале цветения Собирайте Насушили на зиму И потом Вот пообщались С кем-то Или какой-то Неприятный разговор Был Или с кем-то Вроде приятно Пообщались Пришли разбитые Да Ну вот такие Какие-то состояния Заварили себе Этот чистотел В ванночку Ноги опустили И полчасика посидели Очень хорошо Вот это снимает Вытягивает Да Все растение Только в самом начале Или до цветения Или в самом начале Цветения То есть Вот таким образом Внешне Как бы Да Его используют А вы не могли бы Уточнить про хлорофил Который вы начинали При употреблении Как именно он усваивается На каких этапах Просто есть информация Что Если он через желудок Проходит То молекулы Разрушаются И фактически Весь хлорофил Который усваивается Он усваивается В ротовой полости Вот Вы можете Как-то на уровне Биохимии Или просто Что-то в курсе Этой темы Я на уровне Природы Я на уровне Биохимии У вас как с малиной Ешь и будет хорошо На уровне Биохимии Я хлорофил Не изучала Я просто знаю Что хлорофил Насыщает клетки кислородом Это понятно Как он попадает В эти клетки Если он пройдет Двенадцатый перст Через желудок Теоретически Он там должен По действиям кислородом Часто с селяной Распасться То есть Есть информация Что А то что в ротовой полости Он усвоился Вас не устраивает? Тогда Надо долго жевать Мы-то там коктейли Литрами заливаем А фактически Все что надо Это выдавить Мензурку сока И поддержать Коктейль на самом деле Тоже нужно не литрами заливать Коктейль нужно жевать То есть коктейль Вот когда я делаю Зеленый коктейль Никогда не делаю его жидким Я делаю вот такой Как пюре Для того чтобы его Можно было жевать Кушать ложкой И жевать Потому что Если просто вот так Выпить там сока Или просто выпить водички Ну это же еда должна быть Коктейль все-таки Должен быть На уровне клеток Перетерпить Потому что опять же У растительных клеток Толстая оболочка И попробую потом Это все растворить То есть смысл блендера В том чтобы разбить Все в пыль Другое дело Что жевать Чтобы все там перемолот Разбить Немного воды Чтобы просто мустой Ну вот Мустой Но перемолотой Я думаю Что вы Слишком заморачиваетесь Потому что Природой было предусмотрено Что человек Использует свои зубы Что было предусмотрено Природой Мы сейчас не знаем Есть теория Что природы Были предусмотрены Супер волшебные Крусты и плоды Которые уже Ни зелень не нужна была И ни овощи Ничего Но блендер Природа точно не запретала И сокодавку не выжимала На уровне биохимии На уровне биохимии Я занимаюсь исследованиями Все это можно Хвощи можно кушать Пока они молоденькие На зиму Но вообще способов заготовки В принципе существует не так уж много Всех заготовок Это консервация Можно растения засолить Заквасить Заморозить Засушить Всего вот ничего Ну консервация Это тот способ Который в первую очередь Нас не устраивает Потому что там Вы его обрабатываете Там используются Всякие в качестве консервантов Там уксусы Там добавки То есть это все Не годится никуда Мы его в первую очередь Отставляем сторонам Значит Следующий способ Заквасить Засолить Ну если вы засыпите траву солью Она конечно сохранится Но вы ее сможете использовать Только в качестве приправки Немножечко Да Вот Нас этот способ тоже не устраивает Потому что мы уже решили Что мы его кушаем Как овощ Там как другие продукты Мы его кушаем много Зелени В качестве засоленного Тоже его много не съешь И в квашеном Ну с квашеным то же самое Да Только немножечко В качестве там чего-то добавочки Поэтому эти способы Тоже нас устраивают мало Остается Заморозить Или засушить Да Ну начну с заморозки В принципе приемлемый способ Хранения продуктов Любых да Там фруктов Ягод При заморозке Сохраняется около 60% Питательных веществ Сохраняется Вот Но При оттаивании Питательные вещества Начинают стремительно разрушаться Поэтому Если вы заготовили Какие там ягоды Фрукты Что-то заморозили И хотите получить от этого пользу То съесть его нужно Сразу же Вот только камнем Перестало быть Сразу нужно съесть Потому что иначе Если оно полежало Да Если еще второй раз заморозили Это уже бесполезный десертик Там больше ничего не останется Кроме этого Как вы знаете Все практически Ну как Точно так же Как и люди Да Все наши продукты Которые мы кушаем Состоят на большой процент Из воды А вода имеет свойство При заморозке При заморозке Что делать? Расширяться Вода расширяется Естественно Вода внутри продукта Расширяется Рвутся клетки Клетки Да Но для как бы Живого питания Да Оно вообще не годится Ну и просто неприятно Поэтому я заморозку Для зелени Тоже не использую Да Есть продукты Которые Ну все-таки Заморозка Оптимальный вариант Допустим Там зеленый горошек Его лучше всего Заморозить Если его высушить И без него только Суп потом варить Да А чтобы в свежем виде Съесть Можно заморозить Есть такие варианты Я не говорю Что заморозка Вообще совсем Надо ее забрасывать Но для зелени Все-таки Оптимальным способом Заготовки является Именно сушка Правильно высушенные Растения Сохраняют до 97% Всех питательных веществ То есть уходит Только вода Уменьшается Да Все остальное Практически в полном составе Сохраняется Что значит Правильная сушка Вы сушите В хорошо проветриваемом месте Без доступа Прямых солнечных лучей То есть на солнце Зелень сушить нельзя Потому что Разрушается Хлорофилл Под действием солнечных лучей Разрушаются Испаряются Эфирные масла И разрушаются Многие витамины Поэтому Сушим Без доступа Прямых солнечных лучей Просто раскладывайте Какая-нибудь Белая бумага Или ткань Чистая На газетах Не сушим Типографская краска В организме Вам ни к чему Да Просто на чистой ткани Чистой бумаги Так чтобы был Хорошо гулял Сквознячок Но солнышка Прямого не было Обычно Травы высыхают Совершенно Быстро Не сложно В таких условиях Если есть возможность Можно использовать Сушилки Но в том случае Если вы можете Контролировать Там температуру Потому что 40 градусов Для зелени Это максимальная температура То есть Не выше 40 Должна быть температура Вот И сушилки Те которые Не греют А дуют Да Которых Циркуляция воздуха Потому что Сушить Воздух теплый А не температура Это не как В духовку положил И там движения нет Да и оно там греется То есть нужно Не греть А нужно дуть На него Инфракрасные Сушилки Инфракрасные Там нет Циркуляции Воздуха Нужно именно Травы Сухнуть На воздухе Сушатся Воздухом Ну обычно Не на улице Просто раскладывают Где-то Где-то В сарае Раскладывают Или на чердаке Под крышей Или можно Даже вообще В квартире Раскладывать Если вот Вы живете В квартире Можно в квартире Там где-то На столах На мебели На шкафах На стиле Ли этого всего Только так Чтобы хознячок был И оно у вас Там сохнет Ну просто Ну конечно Если там влажность Зачем же Оно будет у вас И сохнуть И мокнуть Значит что дальше По сушке Что делать С высушенными растениями Ну вот вы высушили Как его потом Использовать Непонятно Для меня Для меня был вопрос Сейчас расскажу Для меня был вопрос Серьезный Я попробовала Много разных способов Я ее там Размачивала Я ее пыталась Так, так, так Что-то сделать Поняла, что это все Неэффективно И в итоге Пришла к тому Что самый эффективный способ Самый простой оказался Ее нужно измельчить Причем в стадии Ее максимальной ломкости Для этого я не использую Никакие кофемолки Никакие приспособления Чтобы она максимально живой Оставалась Вы просто берете Траву В стадии ее Максимальной ломкости Вот бывает Когда зелень высохла Но листики гнутся Сухие, но гнутся А бывают такие сухие Вот Раз и трескаются Вы поломали А на тресе все Вот то есть Когда она уже хрупкая стала В стадии максимальной ломкости Вот вы ее высушиваете Так Летом высушить Не сложно совершенно Потому что Ну в основном Стоит температура высокая Влажность низкая Она достаточно быстро Хорошо высыхает Значит вы берете Эту зелень И просто вот так Ручками Вот так Перетираете В ручках Я обычно Ставлю сразу Большую миску В нее ставлю сито Крупное сито Не такое как для муки А крупное сито Вот с ячейкой Там Ну по 3-4 миллиметра Да Вот крупное Действительно Такое И вот над этим ситом Вот так вот Ручками Это все перетираю Оно падает на сито Там то что упало Опять подняла Опять перетерла Вот таким вот образом Все частички мелкие Они через сито Пропадают Попадают туда Вот в миску Да Все палки Ветки Не перетертые части То что у вас Не перетерлось Жесткое Оно все осталось В сите И куда это? То есть вы его Перетерли Вот эти палки Ветки Можно выбросить Если у вас что-то Очень ценное Можно уже там Его домолоть Допустим На той же кофемолке Да немножко Вот Но у меня обычно Нету недостатка В зеленых растениях Я обычно Это просто все Выбрасываю То есть все что жесткое Я выбрасываю И у меня остается масса Из частичек Одинакового размера Вот То есть это не пыль Это не порошок Да Это просто измельченная Причем вашими ручками С вашей энергетикой Измельченная травка И вот самое прекрасное Что такую зелень Не нужно никак Готовить к употреблению Она полностью готова Ее не надо Ни размачивать Ни распаривать Ничего абсолютно Вот Приготовить зимой Допустим Тот же коктейль приготовить Да Вы яблочко перекрутили В блендере Если нет блендера Натерочку Натерли Ложку такой зелени Добавили Перемешали Все Можно есть Салат приготовили Ложку такой зелени Насыпали Перемешали Вот у вас уже Салат там Из свежих Фруктов Из свежих овощей С сырой живой зеленью Любое блюдо Которое вы готовите В него можно добавлять Такую зелень Там Каши супы варите Да Или чем вы питаетесь Приготовили В тарелку себе положили И туда эту зелень Добавили То есть Не надо эту зелень Класть в кастрюлю Не портите Это живой Натуральный сырой продукт Ей не надо Размачиваться Ей хватит того Что вот В ваших продуктах Хватит вот этого Вы просто перемешайте Хватит той влаги Которая в продуктах есть Просто перемешайте Вот единственное Что я не делаю Я не ем ее ложками Мне невкусно Ну просто Сухую зелень Вот это единственное Что я не делаю Но если с чем-то Вот В добавке С чем угодно У меня в дороге Очень часто бывает Что где-то Особенно когда Вот там семинары Где-то По чужим городах Я бывает Турами езжу По три недели И у меня Будние дни Не одна лекция Лекция переезд Лекция следующий Город Лекция следующий А в выходной день Бывает что по две По три лекции Если вот рядом города Или в большом городе Людям сложно Из района в район Переехать Да и в большом городе Обычно там три лекции В разных районах И вот с девятью утра Там до десяти вечера Три часа лекция Час переезда Три часа лекция Час переезда И вот я так Две-три недели Вот в таком режиме Представьте да Сколько это нужно энергии То есть я сплю Я бывает там Если это зимой сапоги по три дня не снимаю, потому что это автобус, да, там нигде не растянуться, ничего, сплю в автобусе, прибежала, тут же лекцию отчитала, у меня раз следующий переезд, то есть вот каким-то вот таким темпом. И вот когда я работаю в таком режиме, когда это, вот знаете, на пределе возможностей, я перехожу на такой живой фастфуд. Это яблочко. Откусываешь, вот так сверху такой зеленью свою притрусил, опять откусил, притрусил, откусил. Вот мне пары таких яблочек хватает в день для того, чтобы работать с полной отдачей. То есть, если я знаю, что у меня такой день спокойный, что я могу посидеть, полежать, ни о чем не думать, то я, конечно, могу покушать, там, салатов себе каких-то, конфет накрутить, еще чего-то, да. Но если я знаю, что мне надо работать с полной отдачей, то я перехожу вот именно на такой режим питания, потому что, вы знаете, да, что чем больше наешься, тем сил будет меньше. То есть это общедоступный парадокс, общедоступный парадокс питания нашего. Если хотите работать с полной эффективностью, ешьте немножечко, но то, что нужно, да, не хоть бы что, а то, что нужно. Вот, значит, как хранить такую зелень? А, кстати, у меня есть пакетик показатель, чтобы вы посмотрели, вот как выглядит зелень, перетертая руками. Вот, посмотрите, какие здесь частички. Видите, то есть, не пыль, да, но не пыль, это вот то, что руками перетирается, очень быстро перетирается. Мы, вот когда-то я собрала пакет крапивы, вы знаете, такие супермаркетовские пакеты, вот большие, да, такие, самый большой пакет, вот я набрала крапивы, у меня ручки не сходились, вот плотно-плотно набила такой пакет. Я ее высушила и перетерла за полчаса руками. То есть очень быстро это перетирается, вот, и у меня получилось... Вот до такой фракции. Да, вот сейчас скажу, сколько получилось. Как вы думаете, сколько в этом пакетике зелени сырой? Килограмм. Ну так, на вскидку. Килограмм. Больше, больше. Вот в таком пакете 5 вот таких пучков зелени. Вот такие пучки здоровые, да? То есть вот такой пучок на базаре петрушки никогда не купите, вам не сделают такой пучок. Вот 5 таких пучков получается вот такой пакетик зелени. То есть вот с того мешка огромного... Ну вот мешок был крапивы, вот такой, я же говорю, ручки не сходились, то есть не просто наложены, а набита вот так плотным. Вот у меня получилась литровая баночка зелени. То есть оно очень хорошо, очень компактно. Понимаете, то есть в таком виде... Не-не-не, это листики, это имеется в виду только листья, да. То есть понимаете, да, насколько компактно, очень просто хранить. Теперь хочу... А ее нельзя переесть? Вот если этот пакет съешь, то там не взлетишь куда-нибудь, не взорвешься. Вы этот пакет не съедите. Не съем? Конечно. Тогда дайте нас... Вот чего, подвозь. Понимаете, что на Украине говорят, что за над, то тонн и здраво. Фанатизм в любом случае не уместен. Хочу теперь сказать по хранению, как хранить зелень. Значит, абсолютно всю зелень, и то, что мы собираем на чаек, и то, что мы собираем пищевую, храним абсолютно все в банках. Никакие кулечки, мешочки, пакетики не годятся для хранения зелени. Не годится. Вы берете стеклянную банку, складываете это все туда, максимально стараетесь, так что подбирайте банку по объему, чтобы это до верха было, чтобы не полбанки пустой, чтобы до верха, и закрываете крышкой. Можно обычной капроновой, можно закрывать завинчивающейся вот такой крышкой, но идеально, если это вакуумная крышка. Знаете, такая крышечка вот с насосиком. Присосалась, они многоразово ее открыл, опять воздух откачал, закрыл. Почему такие крышки идеальны? Они, кстати, есть на фестивале, сейчас девушка вам даже покажет эти крышки. Почему эти крышки идеальны? Потому что основные питательные вещества, основная масса, разрушаются под действием трех факторов. Это кислород, повышенная температура и свет. То есть, если вы оградите три этих фактора, то у вас травы в течение двух лет будут сохранять свои свойства, они не будут разрушаться. Когда вы закрыли максимально плотно, вы убрали действие кислорода, в банке максимально плотно закрытый. После этого эту баночку вы ставите в шкафчик, у которого есть дверцы, не просто где-то на антресольку, а именно так, чтобы закрыто было. И этот шкафчик должен быть где-то не в горячем месте. То есть, чтобы не было рядом печки, батареи. Просто при обычной комнатной температуре, но не в горячем месте. И тогда все эти три фактора у вас уже ушли. В таком виде трава в течение двух лет свои свойства сохраняет. После двух лет она, конечно, не портится, но постепенно начинают уменьшаться питательные свойства. То есть, просто постепенно начинают разрушаться. Следующий момент. Значит, каждый вид зеленых растений хранится отдельно. Никаких смесей мы не делаем. Вот здесь крапива, вот здесь одуванчик, вот здесь еще что-то. Каждый вид отдельно. Именно так. Вот попробуйте летом загнать ребенка с улицы и заставить есть борщ. Он вам 500 всяких отговоров придумает, лишь бы не идти. Потому что, ну зачем же ему ваш борщ? Он уже надышался ароматами. Он где-то яблочко схватил, где-то еще что-то схватил. Вот, и берите пример с деток. То есть, лето – это только что, когда нужно наесться сезонных продуктов. Вот. Лето, осень – все понятно, да? Там полно всего сезонного. А вот в другие сезоны, как с сезонностью быть, да? Ну, если, допустим, с зимой тоже понятно. Многие люди говорят, ой, а что же зимой делать, да? Чем питаться зимой? Мне часто приходят, говорят, вот как сыроеды зимой питаются, да? Как вообще? Какая живая пища зимой может быть? На самом деле, с зимой вообще не проблема. Потому что зимой у нас на сцену выходят поздние овощи и фрукты. То есть, это яблоки поздних сортов, груши поздних сортов, тыквы, да? Вот все там, свекла, морковь, корнеплоды. Все, что мы вот вырастили, все, что собирается поздней осенью, это все вам зиму, всю прекрасную дает еду. Плюс зимой выходят у нас на арену проростки, вы можете проращивать разные зернышки, да? Вот зимой можно кушать орешки этого года, да? Орешки вообще у нас кушаются только в этом году. Если у вас орешки с прошлого года остались, вот их уже лучше кому-то там червячкам подарить на съедение. Потому что орешки нужно съесть за один сезон. Вот зима, это время орешков. Вот кушайте то, что собрали в этом году. Вот. И зимой у нас еще есть одна категория интересных продуктов, о которой вот все по-разному относятся. Ну вот я сейчас объясню вам, о чем, на примере, о чем я говорю. Вот вспомните сейчас, вы готовитесь к Новому году. Вот такие предновогодние, да, такие вот какие-то вот метушня, вы там собираете подарки, покупаете там на стол, придумываете елочку, да, что-то там украшаете, да, вот окунитесь в атмосферу. А теперь скажите, чем пахнет Новый год? Мандаринами. Мандаринами, да. Вот на Новый год очень хочется мандарин. Почему? Ведь мандарины же не наш продукт, да, это не продукт нашего региона, но его очень хочется зимой, очень хочется именно на Новый год. Потому что зимой нужен витамин. Потому что сей, да. Потому что зимой сезон, понимаете? Их сезон, потому что они самые свежие. Нам же нужна энергия, нам нужна вот эта свежая энергия, которого вот только-только. А нашего ничего нет только-только. Наше все уже давно сорванное. А мандарины, да, издалека везли, но все равно их там неделю назад сорвали, а не два месяца назад, как там морковку уже, да, вот мы выкопали. Поэтому хочется зимой мандарин. И я вас призываю к тому, чтобы вы все-таки обратили внимание зимой на эту категорию продуктов, вот на заморские фрукты, потому что зимой им сезон. Что важно помнить? Важно помнить, что все-таки в нашем рационе должно быть большее количество продуктов нашего региона. Потому что продукты, как мы уже с вами говорили, это энергия. И если вы будете вибрировать со своим регионом в одних энергиях, понимаете, да, то мир для вас будет близкий и родной. Вот. Но заморские продукты, они вам дают расширение энергии. Это как вот поездка в отпуск. Ведь мы живем вот целый год, да, где-то у себя, а потом пришел в отпуск и хочется куда-то выехать. На море съездить, куда-то в другую страну, где-то что-то посмотреть, на какую-то экскурсию, да, вот какое-то разнообразие внести. То есть это вот расширение нашего кругозора. И заморские продукты, это тоже расширение наших энергий. Вот. Поэтому заморских продуктов чураться не нужно. То есть можно их кушать, но сезон. Вот авокадо, допустим, да, ему зимой сезон. Они становятся дешевыми, их можно покупать. Но летом авокадо вообще ни к чему, да, его не хочется, и он не нужен, потому что у нас полно всего. Вот хотите чего-то заморского, кушайте на здоровье. Вот зимой, пока им сезон, наешьтесь за пару месяцев этого всего. И дальше вы будете с радостью кушать свое, и не будете заглядывать на это все, когда оно вам не нужно. Вот. Зимой разобрались. Но теперь самый интересный сезон – это весна. Вот весной действительно очень большой вопрос. А что же весной кушать? Ведь то, что мы на зиму заготовили с осени, оно уже, скажем так, что-то закончилось, что-то уже не очень, да? А свежего-то ничего еще нет. Ничего еще не уродило, ничего не наросло. И вот зимой вопрос, да, чему сезон? А я вам скажу, чему очень просто. Весной сезон зелени. Вот зелень весной в самом-самом соку. Вот эти молоденькие нежные листики. На елочках вот такие приросты, знаете, да, вот вырастают новенькие уголочки. Вот попробуйте вот эту штучку, отщепните, съешьте. Это вкуснее любой конфеты. Это так вкусно. Это вот с небольшой такой кислиночкой, с пыльцой оно, ну просто восхитительно. Вот невозможно оторваться от этого. Молоденькие листики от деревьев, молоденькие листики от кустиков, молоденькие травочки. Это то, что зимой чему сезон. И вот, ой, весной, извините. И вот весной нужно так, чтобы в вашем рационе основой была именно зелень. То есть вы едите зелень, а все остальное у вас просто добавка, потому что вы не привыкли, много зелени есть, да? Ну не умеем, мы нас не научили этому. У нас в культуре вот как-то вывели у нас зелень из нашей культуры. И вот все остальное, что вы используете весной, это добавка к зелени, для того, чтобы зелень вам была вкусной, а не наоборот, что зелень чуть-чуть цыпа-цыпа вот так вот притрусили, понимаете, да? То есть наоборот должно быть. У вас должно быть много зелени, там 50-70% в рационе зелени, вот много, потому что это сезон. Вот, кстати, люди отклики этого помнят до сих пор, потому что, вот вспоминайте, что обычно все делают на кухне весной. Вот на кухне, на подоконничке, что весной делают? Лук проращивают, потому что зелени хочется, понимаете? Потребность есть в зелени весной. Вот это вот отголоски наших внутренних знаний. Ведь все, что я рассказываю, в этом нет ничего нового, там и ноу-хау какой-то. Это все, что мы просто забыли, оно есть внутри нас. Мы это все помним, оно будет вас откликаться, вы начнете пробовать, вы поймете, что это все откликается, это все ваше внутреннее. Вот, так что мы с вами говорили о травах, которые растут в саду и в огороде, да, то, что выращивается специально. И вы поняли, что из этого всего, из того, что там растет, можно есть практически все. В огороде есть единственное исключение, о котором обязательно нужно помнить. Зеленые части от посленовых несъедобны. Что такое посленовые, кто не знает? Перечислить? То есть это картофель, это томаты, это баклажаны, это сладкий перец, это физалис, непосредственно сам послен, да, вот такие, ну, основные, то, что выращивают растения. И вот зеленые части от этих растений не едят, потому что наши предки даже плоды посленовых ели в небольших количествах в качестве ядов, да, насколько вы наверняка вот знаете. Поэтому вчера уже говорила, сегодня, повторюсь, если основа вашего рациона это картошечка с помидорками, то нужно с этим что-то решать. Я понимаю, что трудно очень сразу вообще от этого отказаться, но во всяком случае уменьшить, да, и не есть так круглогодично, в ваших силах в любом случае. Картошечку можно кушать не чаще двух раз в неделю, первый месяц после выкапывания. Все остальное время картошка это просто бесполезная нагрузка для вашего организма. Нет, бесполезный продукт и большая нагрузка, вот так будет правильнее сказать, да, потому что все это приходится выводить. Так, про те, что вы... А, еще один момент сейчас скажу. Это такое из деликатесов. Все время говорю, потому что очень вкусно. Вот ранней весной... Огородники есть у нас, кто сажает? Что самое первое сажают? Вот одно из самых-самых первых. Рис. Салат. А горох не сажаете? Пост-позже уже. Он больше не бывает ранее. Вот мы сажаем... Ну, да, у вас, наверное, северний. И мы сажаем горох в феврале. Потому что иначе он сгорает у нас. У нас очень жарко потом. Вот сейчас у нас только... Холод на феврале. Холод. И даже холод. А у нас просто в апреле жарко очень. И в апреле у нас горох горит. У нас вопрос... В Запорожье, на Украине мы живем. Вот. И вот горошек, когда вырастает, да, растенница, вот вы его посадили, выросла растенница, вот еще горошин нет. Возьмите листик, оторвите и попробуйте. Если вот оно у вас сейчас как раз, да, попробуйте листик от растения гороха. Он на вкус как молодая горошина. Вот если вы таким детей угостите, потом грядку придется охранять. Они обносят полностью всю грядку. Это реально очень вкусно. У меня был семинар в Сумской области. И ребята, которые меня приглашают, они живут в своем доме. Это был ноябрь месяц. Уже вот-вот морозы ударят. Уже было довольно-таки холодно. И мы вышли к ним на огород. У них грядка гороха, вот небольшие растенецы такие, совсем небольшие еще. Я говорю, а зачем? Уже же, ну все, вот морозы не вырастет. Они говорят, так это пятый урожай. Мы сажаем его на зелень, все съедается. То есть они послушали про горох, попробовали. И вот начали его вот так вот сажать, просто на зелень съедать. Поэтому попробуйте, наверняка вам понравится. Там именно листики съедобные. Сами вот эти веточки, они очень волокнистые. Их не съешь. А вот листики очень нежные. То есть просто общипали листики и куда угодно. Хотите в салат, хотите в коктейль, хотите так жуйте. Вот. Ну что еще? Барбарис очень вкусные. Листики, но я не знаю, растет ли он у вас. Растет, да? Вот попробуйте листик барбариса, особенно весной. Они сейчас вкусные, они все время вкусные. Но весной они просто восхитительные, потому что они еще и нежные. Они такие маленькие, придолговатые. Они с небольшой легкой такой кислиночкой. Ну просто волшебно вкусные. Вот можно просто стоять около этого куста, вот общипывать и сжевать эти листья. Ну то есть мне ни разу не удалось их просто собрать для чего-то. Я их наедалась около куста всегда. Это красный барбарис. Да, вот такие длинненькие ягодки, барбарис желтеньким цветет. Вот листики от него. Ну все время, я же говорю, весной они очень нежные, а сейчас они чуть грубее, но все равно очень вкусные. Вот попробуйте. Так, ну думаю заинтересовало, да? Вы будете дальше экспериментировать с огородными всякими растениями. Дальше. Переходим к следующей категории зеленых растений. Это уже то, что самое мое любимое. Это те растения, которые вырастутся. Ага, благодарю. Те растения, которые вырастают у нас самостоятельно. Эти растения мы будем с вами обсуждать. Это те, которые в первую очередь обсудим те, которые вырастают около людей. Потому что вы знаете, да, что в лесу одни растения, около людей совершенно другие растения. Почему так происходит? Потому что те, которые вам нужнее, они к вам поближе всегда стремятся вырасти. Да, поэтому в первую очередь обращайте внимание на те растения, которые поближе выросли. Благодарю. Значит, самое мое любимое растение, с которого всегда первого начинаю. Это амарант. Это амарант, или в народе еще называют щерица его. Растение, которое является злостнейшим сорняком. Растет на огородах. Очень любит обрабатываемые почвы. Вырастает на каких-то заброшенных участках. Где-то, где тронули яму, выкопали кучу, насыпали пустыри какие-то заброшенные. В лесу не растет. То есть растет где-то, где есть люди, где есть какое-то движение. Кто не понимает, о чем идет речь? Покажу картинку. Кто ни разу не видел? Ну, я здесь видела даже в сорном. Вот я в прошлом году ходила здесь по поместьям и видела даже вот как сорное. Просто не все понимают, что это амарант. Он очень разный. Его существует около 900 видов. Около 900 разных видов. Он бывает зеленый, бывает бордовый, красный, оранжевый. Метелочки маленькие, большие, длинные, вот такие двухметровые, свисающие. Бывает вообще стелящийся, вот такой маленький. Ну, если вы найдете такое растение, вот смотрите, все три картинки, это он. Просто в разных, разные виды, да. Ширица. Ширица или амарант, да. Его очень-очень много разных видов. А какой-нибудь запах есть у него? Нет, запаха у него нет. Он нейтральный. Он нейтральный на вкус. Здесь он растет, я его видела в диком виде в прошлом году по поместьям. Мы когда гуляли, я его видела. Поэтому однозначно он у вас есть. Вот такой зеленый, он чаще всего встречается. Он может быть маленький, может быть такой до полметра высотой. И то, и то, и то. Все три картинки, это он. Я думаю, что вы наверняка его видели, если вы обращали внимание на что-то природное, вы наверняка всегда, вот, всегда он вам попадался. Вот такой красный, который бордовый, его даже на клумбах в городах сажают. Я говорю, декоративный. Декоративный очень, да. Его сажают на клумбах, как декоративное растение. А вот такой зеленый, он везде бывает. Вот просто как сорняк. Это злостнейший сорняк. Он может быть высоким, он может быть вообще мелким, вот таким стелящимся. Может больше двух метров быть. Могут вот такие метелочки, вот эти вот высокие, тонкие, как свечки, могут такие вот закручивающиеся вот так свисать. Они могут быть оранжевые, желтые, зеленые, бордовые, красные. И листья тоже комбинация разная. То есть 900 видов, представляете, там разгуляция у него есть где. А масло из какого дали? Все сорта амарантов, они приблизительно имеют, как бы, ну, похожие, скажем так, свойства, да. Что-то где-то сильнее, слабее. Я считаю, что самое ценное, то, что выросло само. Да, то есть в первую очередь ищите то, что выросло у вас диким. Если по какой-то случайности у вас такого растения рядом не растет, тогда поищите семена. Кстати, у меня есть немножко семян. Можете ко мне потом подойти, да, вот в синенькую палаточку. У меня есть немного семян. Это вот такого самого дикого, самого обычного, а баранта зеленого, который... Вот, так что посадите у вас будет грядку, посадите. Кстати, у нас в прошлом году был в Карпатах практически семинар. Мы рассказывали, водили, собирали травы, тут же готовили. И к нам приезжали два человека из Средней Азии. Они вот это все посмотрели, говорят, так, это нам все надо, нам нужен семинар, нам нужно вот это все, нам нужен амарант. Купили семена, пригласили, мы к ним через два месяца приехали. И они нас гордо так, смотрите, вот у нас грядка, там вот так растенится от растенится. Говорят, мы тут пропалываем, поливаем, так прямо следим за этим всем. Я говорю, ой, какой у вас красивый амарант, такой весь культурный. Говорю, вот это все культурное, а вот это вокруг то, что повылазило, которое вы пропалываете, это все дикий, а они говорят, у нас нету, а вот это все оно, они, как оно, мы пропалываем. То есть, да, понимаете, поэтому наверняка у вас может оказаться такая же ситуация, вы просто не понимаете, чего вы выпало ли перед этим. Вот, ну, здесь есть 100%, но вот на территории поселения абсолютно точно есть. Можете к местным подойти и поспрашивать, они вам скажут, потому что я уже два года местным об этом рассказываю, они уже тут все это дело поняли и использовали. Можно пробовать, если ты не знаешь растения, пробовать его как-то. Можно, да, можно, но это уже для продвинутых. Сейчас, да, расскажу, давайте расскажу, потому что куча вопросов, да. Значит, чем оно такое замечательное растение? На самом деле растение, как мещевое, известно очень давно. Древние инки и ацтеки цеменили амарант дороже золота. У них благосостояние нации исчислялось в запасах амаранта. Они кушали, в нем можно кушать и семена, и листья. Значит, воинов, которые шли в тяжелые средневековые походы, да, вот представьте, какие были раньше войны, это не сейчас, каску одел и побежал, да, то есть эти латы, эти мечи и все. И вот воинов, которые шли в тяжелые походы, кормили только амарантом, потому что никакая другая пища не давала столько силы, энергии и выносливости. Людей, ослабленных болезнью, тоже кормили только амарантом по той же причине. В нашей стране еще до Петра Первого амарант сажали специально и выращивали как культурное растение, как пищевое, его кушали. То есть он ушел только после реформ, буквально совсем недавно, поэтому мы его тоже знали, наши предки его ели. Чем он такой замечательный? Ученые расчетным способом вычислили идеальный белок. Это количество и сочетание аминокислот, которые удовлетворяют полностью все потребности нашего организма в белке. И вот амарант по этой шкале получил 100 баллов. У него стопроцентное попадание в идеальный белок. Грубо говоря, вы можете кушать один только амарант, никакой источник белка вам больше не нужен в питании. Понимаете, да, насколько великолепная вещь питательная. Причем вот, допустим, соя по этой шкале получает где-то 60 баллов. То есть соя не является заменителем мяса или поставщиком белка, поэтому я вас очень прошу, вчера говорила, сегодня говорю, не ешьте сою. Она вся генно-модифицированная, она совершенно невкусная. Поэтому я вас призываю, не ешьте сою. Кушайте зелень, кушайте амарант. Это намного лучший источник белка. Намного более легкая пища, которая принесет вам легко усвояемые аминокислоты. Вам не нужен готовый белок, вам нужны аминокислоты, строительный материал. Потому что только ваш организм знает, какие виды белков, для чего ему нужны. Понимаете? Поэтому берите в первоисточники, не ходите кругами. А к листьям тоже это относится, белки? Это к листьям относится. Белок это про листья. А метелочки? Значит, сейчас, сейчас, давайте-то расскажу. А когда мы пойдем? Пойдемте сейчас пойдем. Пойдемте, уже сейчас хочется. Сейчас дослушаете и пойдете. Потом принесете мне, покажете, что вы здесь нашли. Продолжение следует...